Середина апреля до первого снега Есть байкеры, есть мотоциклисты, так их назовем Ну, грубо говоря, несколько сообществ, которые разделяются по интересам Кто-то любит там именно тусовку, грубо говоря, кто-то коллективист, а кто-то индивидуалист Я в этой части больше мотоциклист, и мне больше интересна спортивная составляющая И сам мотоцикл, и все, что с ним связано Мой отец, да, он был мотоциклистом, и дед ездил на мотоцикле У меня любовь к мотоциклам, наверное, все-таки с детства, я езжу давно И постепенно переходил от, так сказать, еще советских мопедов, советских мотоциклов к импортной технике Миф по поводу мотоциклов очень много Не знаю, какие особенно выделить Наверное, те, которые пугают обычно людей входить в наше движение Ну, в первую очередь, это не так опасно, как все говорят И не все малейшие ДТП кончаются плачевно То есть экипировка реально спасает Мы падаем много, мы падаем часто Но если падать в правильных местах, как, например, здесь, кардхол Или на площадке, пока ты набираешься, а не сразу в городе Да, то в целом обходишься минимальными травмами или вообще без травм Я ощущаю того, что я перегибаю палку, во-первых, потому что стараюсь этого не допускать Потому что как только этого допускаешь, так сказать, судьба тебя наказывает Поэтому предел своих возможностей переходить нельзя Но удачу рассчитывать, опять же, нигде нельзя Игорь, мне как человеку, обывателю, далекому от мотоциклов Интересно вообще, какие виды соревнований, да, бывают в мотоциклах Я знаю, что ты, это есть Moto Gym Hana, да? И вот немножко об этом есть, что это такое, чем отличается от других Moto Gym Hana – новый вид спорта Очень быстро развивающийся, так сказать, последние именно годы Японский вид спорта, который там уже достаточно давно развит Суть спорта – езда в ограниченном пространстве на мотоцикле На мотоцикле ездить быстро гораздо проще, чем ездить медленно Потому что чем медленнее мотоцикл едет, чем затычнее, так сказать, трасса, тем он менее устойчив То есть этот спорт, он, во-первых, доступен всем, потому что, в принципе, ничего не надо, кроме мотоцикла и экипировки, чтобы им заняться Во-вторых, он очень равен для всех, то есть по своим условиям Потому что нет разницы, на каком мотоцикле, по сути, ты едешь Ты можешь ехать на спортбайке, на моторде, на эндуро, на дорожном мотоцикле На абсолютно всех объемах, то есть от 250 до литров И показывать, ну, очень хорошее время То есть быть в равной конкуренции вместе с другими участниками Но при этом это на время, ты сказал Это на время, это да Она не то, что медленная езда, она езда быстрая Но она езда в замкнутом пространстве относительно То есть нет простора для разгона, так скажем То есть вы такие первоначинаторы, первый проход именно в Ульяновске? И в Ульяновске, да И в России, в целом, мы не сильно отличаемся от общероссийского уровня То есть я по России в неплохом рейтинге, как бы Потому что в России это в целом недавно Этот вид спорта, он буквально там 3-4 года развивается Вот И глядя на то, как этим вид спортом занимаются японцы Откуда он, собственно, пришел Мы понимаем, что нам еще, то есть, очень-очень далеко Но, с другой стороны, глядя на то, как много людей приходит в этот спорт Мы понимаем, что уже через 5-7 лет у нас будет совсем другая картина Как обычно проходят тренировки? Обычно проходят тренировки, так что мы выставляем фрассу То есть, например, вот буквально два конуса Это типичное упражнение на мото джимхане Ее можно, ну, как ее проезжаешь 5 раз на время Это время фиксируешь И это уже, по сути, зачетная, как бы, дистанция Есть сейчас интересный чемпионат, идет онлайн То есть, когда ты, когда дается общая трасса всем участникам Это международный чемпионат То есть участвуют и японские спортсмены, и из Голландии ребята Это, ну, со всего мира участники Это очень интересно Там более 100 человек Все ездят одну трассу То есть, есть определенные критерии по трассе Угол съемки, ставится камера и фиксируется время И, то есть, ты можешь прислать свое видео Как ты быстро эту трассу проехал Вот, и эта трасса идет в зачет Ну, расскажи мне, мотоцикл – дорогое удовольствие? Только честно? Честно, да Основные затраты мотоцикла? Ну, как любой технический вид спорта, наверное, дорогое удовольствие И совсем не вариант покупать мотоцикл на последние деньги Почему? Потому что нужно купить экипировку, во-первых И зачастую такая ситуация складывается, что человек покупает на последние деньги мотоцикл А потом берет там, дай бог, один шлем какой-нибудь китайский И все И ездит в шестланцах, в джинсах И получает травмы И в итоге им забрасывает этот мотоцикл И говорит, что это все опасно для самоубийцев Вот, как бы, такой подход, он неправильный в корне Мотоцикл нужно покупать тогда, когда в целом у тебя в жизни все есть и все хорошо Экипировка важна? Экипировка очень важна, важнее мотоцикла То есть, если не хватает денег на экипировку, то лучше купить попроще мотоцикл Но нормальную экипировку, но не наоборот Что должно входить в экипировку обязательно? Ну, это зависит еще от класса мотоцикла То есть, если мы берем спортивный дорожный мотоцикл То это полная кожаная экипировка Обязательно ботинки, шлем, черепашка или кожаная куртка Вот, если у нас кроссовый мотоцикл, то это обязательно ботинки, очень хорошие наколенники, ну и шлем Много раз падал? Ну, серьезно, 3-4 раза потом Ломал кто-нибудь? Да, все ломал Ну, опять же, эти все травмы, их можно было избежать, если бы не пренебрежение простым, так сказать, истинным Давай такой лайфхак начинающим мотоциклистам Вот захотел он купить себе мотоцикл Что нужно сделать теперь? Как вот выбираем арбуз, да? Постучать, послушать, вот как вы можете мотоцикл Я думаю, что если человек хочет взять мотоцикл, чтобы научиться хорошо ездить Не рассматривает это как транспорт на каждый день, чтобы на работу ездить То я бы посоветовал взять эндуро или кросс Заниматься в лесу, на кроссовой трассе, на бездорожье, потому что это дает просто колоссальный опыт Если же городской мотоцикл убрать, то в целом нужно брать 400-600 кубов Недорогой мотоцикл, не новый, потому что будут падения Мотоциклисты дают имена? Ну, некоторые дают Вообще среди мотоциклистов много очень романтиков, но я не могу себя к ним причислить То есть для меня мотоцикл это такой тренажер, снаряд, так скажем, который я вот беру и езжу на нем Я там нелюбительно чищать его тряпочкой Я ухаживаю за мотоциклом, то есть у меня мотоциклы все всегда были, ну, можно сказать, близко к идеальному техническому плану состоянию Но я не скажу, что я там с ним разговариваю Окей, три главных качества без какой-то лирики, который должен обладать мотоциклист Три главных качества Здоровье нужно Смирение нужно И терпение Обуздать железного коня решила и я Опыта вождения естественно никакого, не считая езды на пассажирском сидении Да и пришла и неподготовленная футболка, открытая обувь Подходили к предстоящей поездке только штаны В общем, одели меня в то, что было Получилось что-то из разряда стильно, модно, молодежно Но главное, это безопасно Тут-то коленки и задрожали Рычаг, вот это сцепление Ага Вот если что-то пойдет не так Первое, что ты должна зажать, не тормоз, а вот так вот сцепление выжать Ну, понятно И не кидай его, если что То же самое, что и на машине Пока у тебя передача включена, кинешь сцепление, она либо заглохнет, либо уедет из-под себя Да Так, сцепление, тормоз, передача, ааа, ничего не понятно Хочу домой, зачем я согласилась Так, ладно, собралась, выдохнула и вперед Тормоз у тебя под правой ногой Не бойся, не бойся, не бойся Не газуй Сцепление Сцепление Серьезно? И это все? Казалось, что я проехала большее расстояние А в реальности получилось около 200 метров Адреналина, конечно, хватило еще на два дня вперед Внимание, не пытайтесь повторить это сами, без опытного инструктора То, что ты сейчас сделала, я видел часто Я видел хуже Да, я видел намного все печальнее, как складывается Это ничего страшного, потому что ты не можешь думать обо всем сразу Тебе нужно думать и о том, и о том, и иметь привычку к газу, и иметь привычку к тормозу Ты вообще про газ забыла, я подумала просто Да, поэтому Учебная техника, она вот не так, что постоял 15 минут, объяснил И это на легком мотоцикле достаточно долгий процесс Режимеры я поняла, чтобы лихо владеть железным конем, необходимо иметь железное здоровье Купить подходящий для себя мотоцикл и обязательно специальное обмундирование И если пазы сложатся, то вперед, навстречу ветру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok